Всем привет! Вы смотрите Универ Ньюс, студия Валерия Муратова. Итак, сегодня в выпуске. Визит президента Российской Федерации в столицу Татарстана. Заседание итоговой коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан. Безглютеновая диета. За и против. 12 февраля во вторник президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Казань. В рамках визита он посетил Центр культуры и спорта «Московский», встретился с представителями общественности и провел заседание Президиума Госсовета Российской Федерации. О подробностях встречи расскажет Анна Глазунова. 12 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин посетил столицу Татарстана. В Казани он побывал в реконструированном Центре культуры и спорта «Московский», где встретился с представителями общественности, дольщиками, архитекторами и активистами. Визит президента России прошел на высоком уровне. В адрес руководства Татарстана звучала положительная оценка о проделанной работе. Президент отметил, что с сегодняшними мероприятиями в Казани он планирует начать целую серию встреч, обсуждений, совещаний. Мы запускаем, как вы это хорошо знаете, целую серию набор национальных проектов, которые должны обеспечить наше движение вперед. Движение России, движение страны по ключевым направлениям развития. На встрече обсудили вопросы реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Напомним, что ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров является сопредседателем регионального отделения Общероссийского народного фронта. В начале встречи ректор КФУ Ильшат Гафуров поблагодарил Владимира Путина за успешное развитие национальных проектов в сфере образования, науки, медицины и других. Ильшат Гафуров озвучил волнующий многих вопрос, связанный с системой сбора и утилизации отходов. Он отметил, что платеж за сбор мусора увеличился, но люди не понимают, с чем это связано. Выходим на улицу и видим, что места сбора мусора, в общем-то, какими были, такими и остались. Более того, произошло распределение ответственности. Отвечал управляющий компанией. За что? За места сбора, контейнерные площадки, то есть где стоят контейнеры. А сегодня центр ответственности, он стал распределенным. За участки отвечает управляющая компания, а за контейнеры отвечает региональный оператор. Владимир Путин согласился с важностью этой проблемы и обозначил необходимость распределения задач каждого подразделения. Нужно распределить ответственность между муниципалитетами, управляющими компаниями и региональными операторами. Никогда не было у нас, не создавалось никакой индустрии переработки. Никогда. И нигде такого в стране не было. В Советском Союзе не было никогда. Просто сваливали и все. В лучшем случае там что-то, обваловку какую-то делали. Вот и вся работа. В современных условиях это невозможно. И мусор разный появился. В рамках рабочей поездки президент России провел в Иннополисе выездное заседание Президиуму Госсовета Российской Федерации по улучшению жилищных условий населения и формированию благоприятной городской среды. Были затронуты вопросы развития рынка жилья, финансирования жилищного строительства, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры и многое другое. Состоялась и отдельная встреча главы Татарстана с президентом России, на которой Рустам Мениханов рассказал Владимиру Путину о развитии региона. Он обратил внимание главы государства на успехи нефтеперерабатывающей отрасли региона и заявил об успехах в развитии КАМАЗа и авиационной промышленности. А Владимир Путин отметил рост несырьевого производства в Татарстане. Особое внимание было уделено подготовке Татарстана к принятию чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills. Рустам Мениханов пригласил президента России на открытие мероприятия, которое состоится 22 августа. Нужно отметить, что визит Владимира Путина в Казань прошел очень успешно и плодотворно. Анна Глазунова, Универ Ньюз. Министерство сельского хозяйства и предовольствия Татарстана подвело итоги года, а также обсудило планы на будущий год. Что ожидается в сельском хозяйстве в республике в 2019-м, расскажем в нашем сюжете. В Международном выставочном центре «Казань-Экспо» состоялось расширенное заседание итоговой коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан с участием президента Республики Рустама Мениханова. От Казанского федерального университета в мероприятии принял участие первый проректор Ясмин Зарипов. На заседании были обсуждены итоги 2018 года, а также планы и задачи на 2019-й. С докладом выступил заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов. В масштабах федерального округа по валовой продукции сельского хозяйства мы стабильно первые. На 10% сельхозу в год имеем двукратно большую ее продукцию. Но по стране, свое лидерство в тройке нам пришлось уступить Белгородской области. Интенсивность производства у них, конечно, заставляет думать, каков в том числе наш потенциал, да и с тем, что у нас пашни в два раза больше. Напомним, что свой вклад в развитие сельского хозяйства внес и Казанский федеральный университет. Институт экологии и природопользования разработал пиролизную установку для переработки отходов животноводства. В связи с законодательством это сэкономит финансовые средства предприятиям. А переработанные отходы могут быть применены как качественные и безопасные удобрения. Артем Тупичкин, Александр Юдин, Универньюз. Многие из людей самостоятельно определяют для себя вредность определенных продуктов и веществ, которые в них содержатся. Их представления часто расходятся с мнением экспертов. Так произошло и с глютеном. Действительно ли он вреден, разбирался Артем Тупичкин. Многие из нас хотят правильно питаться или похудеть. В сети гуляет множество диет. Какие-то вещества и добавки называют вредными. Один из таких примеров – глютен или лейковина и безглютеновые диеты. Известно, что глютен может принести вред при употреблении, если человек болен целиакией. Целиакия, ну, как раз она заключается в том, что глютен, веществок, белок, который входит в состав большинства злаковых культур, пшеницы, ржи, он не усваивается ворсинками тонкого тишечника, ну и, собственно говоря, приводит к пищевым расстройствам. Эксперты советуют обращаться к врачу, прежде чем садиться на безглютеновую диету. Естественно, что самостоятельно себя диагностировать эту болезнь невозможно. То есть, если есть какие-то подозрения, то, ну, можно обратиться к врачу, к нутрициологу, к терапевту, к диетологу, который, естественно, отправит на анализы, который, естественно, там поставит окончательный диагноз. Глютен содержится в ряде злаковых растений, в особенности в пшенице, ржи и ячмене. Служат одним из критериев определения качества муки. Именно от продуктов, приготовленных из злаковых растений, отказываются поклонники безглютеновой диеты. Здоровому человеку безглютеновая диета не нужна. То есть, непереносимость глютена или болезнь под названием целиакия, она встречается у полупроцента одного процента. Артем Тпичкин, Александр Юдин, Универньюз. Как повысить долгосрочность ноутбуков и смартфонов? Ответ знают в Казанском федеральном университете. Анна Глазунова узнала все об исследовании, которым занимается научная группа Института физики КФУ. Научная группа кафедры вычислительной физики Института физики КФУ занимаются созданием алгоритмов моделирования молекулярно-динамических процессов. Исследования помогут повысить долгосрочность смартфонов и ноутбуков. Над этим трудится победитель конкурса «Студент года КФУ-2018» в номинации «Лучший магистрант в области естественных и физико-математических наук» Динар Ярулин. В рамках статистической физики любое вещество можно представить в виде совокупности большого количества частиц, атомов или молекул. Программный пакет, разработанный на кафедре вычислительной физики, позволяет моделировать поведение таких систем. Научная группа была построена компьютерная модель процесса кристаллизации тонкой металлической пленки. В нашей работе мы используем, исследуем пленку, которая в диаметре соответствует примерно 2 нанометрам, то есть 10 атомарных слоям. Компьютерная модель позволяет выяснить, как меняются структуры материала со временем при изменении температуры. Мы охлаждаем жидкую металлическую пленку до различных температур. Конечной температурой определяется значение переохлаждения системы. Переохлаждение определяем относительно температуры плавления, то есть чем ниже температура относительно температуры плавления, тем глубже уровень переохлаждения. Для чего же необходимо знать уровень температуры переохлаждения? При глубоких уровнях переохлаждения система кристаллизуется таким образом, что в ней имеется большое количество дефектов. В случае же низких уровней переохлаждения система практически идеально кристаллизуется и в ней количество дефектов минимальное. Данные, полученные с помощью созданной модели, могут быть использованы для определения срока службы и условий эксплуатации материалов, изготовленных из металлических пленок. Полученные результаты были опубликованы в одном из престижных научных журналов – письма в журналы экспериментальной и теоретической физики. Анна Глазунова, Виолетта Басова, Универньюз. Это были все новости на сегодня. Следите за нами в социальных сетях. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok